21 привычка, которая есть у стильных мужчин. А у вас? Первое. Они смотрят в зеркало каждый день. Они не нарциссы, они просто приводят себя в порядок. Когда вы смотрите в зеркало, то смотрите на того, кем вы стали. Гордитесь собой и осознаете то послание, которое вы несете в мир, и готовитесь встретиться с этим миром с уверенностью. Далее они не носят мусорные мешки. О чем это я? Одежда на них сидит по размеру. Если ваша одежда выглядит на вас, словно она вам досталась от старшего брата, то у вас проблемы с размером. Я вам уже рассказывал о пирамиде стиля. Это размер, функциональность и ткань. Есть причина, по которой размер находится в основании. Друзья, у вас может быть костюм за 2000 баксов, но если он вам не по размеру, то он не будет хорошо выглядеть. Следующая привычка стильного парня, он идет своим ритмом. Он одевается утром для себя, для своей жены. Он четко понимает, что он несет в этот мир. И он не парится насчет того, что думают другие в офисе. Если он с кем-то сталкивается в коридоре и человек скажет ему, «Ты слишком вырядился, зачем ты так делаешь? Ты не выглядишь как остальные». Он-то понимает, что все заложники модных трендов. Поэтому он использует это в свою пользу. Он одевает такую одежду, которая говорит за него то, что он хочет сказать миру. И говоря о последнем пункте, давайте взглянем на ту одежду, которую он носит. Каждый день он носит примерно одно и то же. Не те же самые вещи. У него есть униформа. Повторю, он потратил время, чтобы подумать, что он хочет сказать миру. Может, вы работаете в строительной компании, но вы адвокат или консультант. Вы должны одеваться более профессионально. Вы должны показывать компетенцию и силу. И в то же время у вас должен быть взаимозаменяемый гардероб, чтобы вы могли выйти и просто в город. Поэтому, например, ботинки, они придадут цепляемости внешнего вида. Вы надели темные джинсы, и у вас есть спорт, пиджак, который поможет вам в любой момент сделать презентацию, чтобы заполучить этот денежный контракт. Далее, стильные парни знают сколько времени. Когда ты знаешь сколько времени, то намного меньше шансов, что ты опоздаешь. А опоздание никогда не было в моде. Чтобы знать время и развить свое отношение с ним, вам потребуются часы. Если вы новенький на моем канале, то можете подумать, боже мой, это все так сложно. Но на самом деле это не так, потому что вы развиваете в себе ежедневную привычку своего стиля. Поэтому давайте рассмотрим систему подготавливать одежду вечером. Вы можете использовать специальную вешалку, чтобы повесить свой пиджак и брюки, в которых собираетесь пойти. Но вам не обязательно иметь такую модную штучку. Можете просто все положить на край кровати. Суть в том, что вы приготовили себе одежду, и когда вы проснетесь, то вам будет проще одеться, потому что вы знаете, что надеть. Давайте поговорим о вашем гардеробе. Ваш шкаф – это не поле, куда вы выбрасываете вещи. Вам нужна такая привычка – каждый раз, когда вы складываете чистые вещи, складывайте их на свое место, чтобы вы знали, где они находятся. И не важно, у вас большой шкаф или маленький. Вы поймете, что куда проще искать вещи, когда они лежат на своих местах. Давайте поговорим о ежедневной привычке использования коробок. Если вы ищите крем для обуви, то угадайте. Он должен быть в коробке для чистки обуви. Если вы ищите солнечные очки, то вы смотрите в свой кейс для очков. Суть в том, что стильный мужчина использует коробки, потому что, когда ты снимаешь вещь, то ее потом проще найти. Когда дело касается наведения лоска на свою обувь, то у мужчин, которые хорошо выглядят, выработана привычка приводить обувь в порядок после того, как он в ней ходил. Почему? Потому что, когда тебе потребуется обувь, а у тебя мало времени, то вы не успеете ее почистить. Поэтому, когда у вас чистая обувь, вы просто ее надеваете и выглядите сногсшибательно. Следующая привычка суперстиляги – он практикует практичность. Он понимает, что мода – это функциональность. Это означает, что ты не одеваешься стильно просто, чтобы выглядеть стильно. А есть конкретная причина, по которой вы надеваете одежду. Конечно, вы хотите хорошо выглядеть. Но при этом всегда надо учитывать окружающую вас среду. Ну или смотря какая ситуация. Существует ли определенный дресс-код там, куда вы собираетесь пойти? Нужно ли мне надеть костюм, чтобы я показал миру то послание, которое хочу? Суперстильный мужчина понимает, что меньше – это больше. Они по умолчанию стремятся к простоте. Особенно, если это касается украшений. Не носите слишком много аксессуаров. Не думайте так, что чем больше вы наденете всяких побрякушек, тем лучше. Стиль очень часто кроется в простоте. Относитесь к аксессуарам, как к соли. Их надо добавить совсем немного, чтобы они просто раскрывали вкус. Далее не стоит волноваться об имени. Я говорю о лейблах и брендах. Он понимает, что это отличное место для старта. Потому что есть много брендов, которые делают отличные продукты. Но очень многие из них почуют на своих лаврах. Они задрали цену и снизили качество. Поэтому стильный мужчина понимает, что очень важно уметь проверять и понимать качество. Поэтому, когда он выбирает себе вещь, когда он что-то надевает, то он обращает внимание на швы, смотрит на ткань, на то, как вещь собрана. Как это у него получается, это уже следующий пункт. Он постоянно учится. Каждый раз, когда он проходит мимо отличного мужского магазина, он заходит на пару минут, чтобы посмотреть не только, чтобы посмотреть на цены. Он также обучается. Да, он видит спортпиджак за тысячу долларов, и он не купит его себе сегодня. Но он также смотрит на его качество, когда он трогает вещь. Он помечает себе где-то в голове, какие вещи хорошие. Поэтому, когда он заметит такой же качественный пиджак на распродаже за три сотни, все равно дорого, но это не тысяча. Поэтому он понимает, что надо поднапрячься и взять себе его, потому что это отличное предложение. Давайте теперь поговорим о войне со складками. Он не носит одежду, которая не была глажена или прессована. Он понимает разницу между глажкой и прессовкой. У него в костюме он знает, что нельзя никогда гладить утюгом костюм напрямую по ткани, а лучше использовать пар. Он учится, как следить за своей одеждой. Потому что, когда ты начинаешь тратить на одежду хорошие деньги, то самое ужасное – это испортить ее. И это случается. Следует быть очень бережливым с шерстью. Это люксовый материал. Поэтому мужчина начинает учиться, как следить за своими дорогими вещами, чтобы они помогали ему отлично выглядеть. И когда речь идет о покупке одежды, то стильный мужчина покупает одежду, которая приумножит, а не добавит. О чем это я? Я говорю о взаимозаменяемом гардеробе. Он понимает, что когда он покупает туфли или брюки, когда он покупает рубашку или пиджак, он хочет, чтобы все эти вещи сочетались друг с другом. Потому что сила взаимозаменяемого гардероба не в добавлении вещей в свой шкаф, а в приумножении количества нарядов в вашем гардеробе. Поэтому, когда у вас есть 4 пары обуви, 4 пары рубашек, 4 пары брюк и 4 пары пиджаков, то это 16 вещей. И если они на 100% взаимозаменяемые, то у вас получается 256 нарядов. Следующая привычка супер стильного парня, он пробует различные продукты. Давайте поговорим о продуктах для волос. Вы используете помаду для волос. Вам нравится фиксация и блеск. Но вот вы решили попробовать матирующий продукт, у которого нет блеска. Вы попробовали и поняли, что вам он больше понравился. Ну или вы можете попробовать похожий продукт, но от другого бренда. И вы можете заметить большую разницу между этими брендами. Он вам показался более натуральным. Поэтому вы пробуете, можно найти лучшее предложение. Вы поймете, что можете сэкономить денег и попробовать разные образы, благодаря таким вот простым экспериментам, как с продуктами для волос. Итак, часть эксперимента может стать способностью принимать риск. Когда вы принимаете риск, то вы понимаете, что есть шанс потерять, а также есть шанс преуспеть. Поэтому, когда вы что-то пробуете, и это оказалось слишком. Вы думали, вам понравится, но это оказалось слишком броско. Также бывает, что вы даже не думали, что вам это может понравиться, а в итоге вы влюбились. Это то, где вы выигрываете. В иной раз вы можете попробовать что-то, и вы предполагали, что это должно быть хорошо, а вышло так, средне. Суть в том, что стильный мужчина вырабатывает в себе привычку каждый день пробовать что-то новое. Супер стильные мужчины обладают рутиной. У них есть ежедневные ритуалы, которые они делают каждый день, каждую неделю. Это может быть использование крема для глаз, или триммера для волос в носу. Все это такие вещи, которые они просто делают. Зачем? Потому что это предотвращает их от неловких ситуаций. Например, когда вы находитесь на конференции, и вы делаете презентацию, и тут вы понимаете, что у вас из носа торчат волосы, это отнимает от вашей уверенности. Поэтому вы заботитесь о своих ногтях, у вас есть свой набор. Да, раз в неделю вы уделяете этому время. Так что, когда вы в отъезде, вы не будете волноваться, что у вас грязные ногти, а вам надо пожимать женские руки, а они обращают на это внимание. Супер стильные парни, они любят улыбаться. Они заботятся о своих зубах. Отбеливают их, если это надо. Они их чистят и ходят к зубному. Они пользуются скребком для языка. Они используют ополаскиватель для рта. Они понимают, что хорошая гигиена рта – это очень-очень важно. Супер стильные мужчины знают силу жидкой храбрости и пользуются духами, потому что они могут улучшить настроение. Конечно, они внимательны. Они знают, как применять духи. Они не перебарщивают с ними. И они прекрасно понимают, что в Америке мужчины не используют всю силу духов. Конечно, парни понимают, что они не хотят дурно пахнуть и пользуются дезодорантами. Но они не до конца понимают силу уникальных ароматов. То, благодаря чему вас запомнят. Один или два пшика. Вы хотите, чтобы вас искали, а не чтобы все обращали внимание на ваш запах, когда вы входите в комнату. Супер стильные мужчины. Они говорят спасибо. Они говорят пожалуйста. И они говорят извини. У них есть хорошие манеры, потому что они понимают, что одежда – это лишь часть большой картины. Это также связано с тем, как мы относимся к другим людям. Относись с уважением. И вместе с этим поступки, которые говорят больше, чем слова. Вы помогаете людям снять куртку. Вы предлагаете помощь. И это не обязательно должна быть женщина. Потому что это просто человек, которому вы хотите помочь. Так что если это мужчина, которому нужно помочь открыть дверь, помогите ему. Если ему нужна помощь, чтобы поднять сумку на полку, потому что он низкий, а вы крупный парень, тогда помогите ему. И это, на мой взгляд, самое стильное, что может делать мужчина.